Что, всем привет! Женя собралась на каток. Гляньте, накрасила красной помадой, чтоб меня было издалека видать. Женя фигуристка, да, Коля? Где ты там? Шутка. Просто что-то я захотела красной помадой. Ну, что там. Ну, Коля не нравится, я уже как-то говорила. Самую мою неребимую помаду накрасила. Побуду буфетчицей. Шутка. Ну, что, захотела я. Ну, тут она, конечно, сильно яркая. На самом деле, она не такая яркая. А Коля на меня смотрит, Кося задумает. Че, что, стыдно со мной с красной помадой ходить? Ну, я же поеду кататься, чтоб меня издалека ты видел, какая я красивая еще. Глаза надо эти ресницы наклеить. Ну, ты и так увижу. Ладно, поедем, попробуем. Позвонили, вроде бы они открыты. Да, до восьми ты сказал? Нам надо еще доехать туда. Ой, посмотрим. Я, наверное, буду как корова на льду. Ну, как раз и поснимаем, проверим. Ну, только с красными губами. Да, только с красными губами. Так что поехали с нами кататься. У меня тут носки я с собой взяла, показываю. Взяла с собой носки в карман. Сейчас положу, что там же мы будем коньки брать. На прокат. На прокат. Они же все-таки вонючие какие-то. Я потом, чтоб их снять, и встирку. Ладно, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, все, мы приехали. Сейчас посмотрим на народу там, я смотрю, море, да? Коля, холодно, да? Замерз. Ну, пошли кататься. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Все, приехали мы домой, накатались. Я вот сейчас только шапку сняла, сколько часов она была на мне, у меня лоб полосатый. Видно, не видно, прям вот в полосочку весь лоб. Я, короче, один раз упала. Ну, сколько, часик я, наверное, покаталась. Ну, мы ездили только вдвоем, потому что подружка, она тоже уехала сегодня с сестрой, они там тоже гулять куда-то уехали. Мои тоже там хотела позвонить брату болею, так что мы поехали, сами съездили. Я накаталась, но теперь зато довольная эмоции выше крыши. Ну, конечно, как корова на льду, особенно первое время. А потом уже так приловчилась и так по кругу хорошо. Зато вот едешь, катаешься, красота. Все равно как, главное, что эмоции. Покаталась, ну, один раз упала, так, на одну сторону. Не знаю, да, сейчас дам, сейчас. Руку чуть, и как бедро, ну, короче, на правую сторону. Коленка теперь болит, не знаю. Чуть-чуть чувство опухло. Сейчас в наше время же вообще падать нельзя. Сейчас такие врачи не соберут. Страшно ходить куда-то, опасно ездить. Ну, там ноги, кто падал. Короче, мы заплатили 11 с копейками. За вход 3 с копейками вроде бы так было. Коля платил. Я пока пошла, зашла сразу быстро в туалет. Думаю, потом с коньками не схожу. По-моему, 11 с копейками. Сейчас он зайдет, я спрошу. И я только коньки брала. Коля не стал. Он за мной наблюдал, потому что он говорит, он вообще не может. Ну, я тоже не перфект, естественно. Ну, там, естественно, многое. Там дети такие маленькие, шпиндеклятки. Носятся как эти. Ну, часто я что была. Я последний раз на катке была здесь, в Германии. Наверное, если не соврать, лет 15 точно. А до этого вот только в Казахстане, там, да, где катались мы на улице, да, вот как дети. Так что покаталась. Зато эмоции выше крыши, как говорит. Сейчас мы хотим. Приехали голодные, поставим быстро пиццу такую в духовку. И замариную мясо на завтра. Эти ребрышки, чтобы завтра кушать. Ну, все, я вот достала, помыла. Это свиные ребрышки у нас. Я просто покажу сейчас на этом кусочке, как я делаю. Ну, ничего особенного я не делаю. Обыкновенно просто. Мариную. Перец, соль. Потом этот чеснок. Тоже вот. Немножко вот так порезала. Я его, видите, дырочки поделала. Но я не во все буду втыкивать, чтобы просто ночь помариновалась. Сейчас я перец. Ой, перец, говорю, соль, сыпь, говорю, перец. Так, немножко в дырочки просто засуну. А потом завтра я его вытащу, он не будет с этим, с чесноком жариться. А то запах такой будет. Ну, короче, так везде сейчас повтыкиваю. Сейчас перец, соль. Потом я сейчас покажу, какие специи я положу. Ну, вот, я вот так вот замариновала. Все, что я сюда положила, я вам покажу. Я положила орегано. Вот такое вот оно, сухое, правда, да? Кориандр. Потом это чили, эти хлопья такие, да, острые. Сухой еще чеснок немножко так посыпала. Перец черный молотый. Розмарин. Тоже он такой сухой. Надо было свежий, но ладно, у меня есть. Босик, ты не перебивай меня, пожалуйста. Да, 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 ел. Потом такой ялопено, такой тоже сухой чили ялопено, острый. И цветной, такой в горошком, да, молотить надо. Молотить. Ну, естественно, соль. И немножко оливковым маслом смазала. И все, сейчас я вот с остальными кусочками. Ну, у меня еще один такой свиной. Да, у нас свиные лёвочки такие. Вот такой вот кусочек еще мы сейчас замаринуем. И говяжий. Не говяжий, 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 лам. Это что у нас? Бараньи рёбрышки. Вот у нас три такие маленькие. Мы просто на пробу взяли, посмотрим, что получится. Килограмм, да, здесь. Никогда не брали вот такие вот, попробуем сейчас. Но также замаринуем. И посмотрим, что у нас получится это на ночь. Я это сейчас в мешок положу на ночь и на балкон. И все. И еще забыла сказать сладкий. Я его в сторону поставила. Сладкий обязательно, да, тоже. Он и цвет придает вообще. Тоже от него вкусно. Вот так все. Ничего особенного, вот все, что я положила, мы так делаем. Ну, нам нравится. Естественно, каждый на свое усмотрение делает. Не знаю, может быть, завтра еще добавим соевый соус. Ну, посмотрим. Ну, все. Вот такие пакетики мы замариновали, положили и на балкон. В балконе прохладно. И до завтра будем в духовке жарить. В этой фольге завернем сначала. Где-то часик оно в фольге побудет. Ну, посмотрим еще. А потом откроем, и оно поджарится. Всем доброе утречко. Сегодня у нас третий адвент. Сейчас зажгу свечки. Это у нас продолжение, да? Так. Вот все. Еще одну свечку, следующий выходной. И все. Вот третья свечка. С третьим адвентом всех. Босик, а что такое? Что опять случилось у тебя? Непонятно, как какой-то туда-сюда носится. Что такое? Твой подарочек тоже, между прочим, вон стоит. Ты возле него сидишь. Ты не заметил? Ну, вот, видите, Феликс. Спрятался. Босик, пошли! Ушел. Прячется там где-то. Лишь бы он мне где-нибудь в елке снутри не вылез, как некоторые показывают видео. Раз так вылазит мордочка с елки. Все, опять играть надо, да? Завалился. Все, побежал. Я за ним не побежала, он обратно пришел. Сейчас опять будет ко мне подбегать, чтобы я за ним бегала. Босик, пошли! Смотрите, какая красота. Календарь. И ручка прям подходит, точь-в-точь. Я нашла. Это Коле и на работе, да, подарили. И я вот сейчас так взяла, посмотрела. Оно прям подходит к моему календарю. Календарик прикольный, красивый. Тут, считай, вот до 23-й год, вот последние три месяца. И можно вот тут, например, дни рождения записать на весь год. Короче, удобный. Тут в конце и карта все есть. И такие на Тисен просто что-то писать. Ну, даже какие-то эти лайфхаки. Вон, как галстук завязать. Интересно. Размеры какие есть. Удобные. Ну, то все равно вот так с календарем намного лучше. Вот, видите, карта Германии. Тут есть и вельткарта, где-то была. Ну, там она общая карта мира. Вот как месяц начинается, картинки меняются. За этими закладками или как они называются. Пальма. Это у нас что? Какой месяц? Сентябрь. Август. Короче, красота. Это я купила в Росмане, если кому-то вот понравился. Он в Росмане не есть. Там еще были всякие разные. Мне именно цвет понравился. Ну, а теперь приступаем готовить наш как обед, ужин. Типа отмечаем третий адвент. Ну, так. Это громко сказано. Типа просто посидим и все. Я вот решила такую закуску сделать. Я уже один раз показывала, но вдруг кто-то не знал. Да, вот так вот режем пластами помидоры. Ну, конечно, можно было поровнее, да. И лучше брать не водянистый. Я немножко так салфеткой промочила, да, чтобы меньше жидкости было. Натерла сыр. И тут здесь майонез с чесноком. Но это будет много, наверное. И сейчас я, ну, так намажу просто. И потом покажу. Короче, обмазываешь каждый помидорчик чуть-чуть майонезом вот этим с чесноком. И сверху посыпаешь сырной шапкой. И получается очень вкусная такая закуска. Даже можно на какой-то сухарик положить, на какой-то хлеб тоже. Вкусно. У меня сын старший любит. Думаю, сделаю ему. Он, кстати, майонез, видите, разрезала. Вот как раз мне вот это хватило. А так не выжималось. Всегда вот так разрезаю. Сейчас такая упаковка вот эта сильно жесткая. Ну, все, сейчас сделаю и покажу. Вот так вот сверху посыпаем. Я уже некоторые сделала. Я всегда натираю. Сама сыр уже говорила. Ну, что мне нравится. Он такой воздушный получается, когда сам натираешь. А покупной, не знаю, он какой-то сухой. Вот так вот. Много не делаю, чтоб так на раз. Чтоб не оставалось. Со сметаной, не знаю. Может быть, кто-то со сметаной делал. Со сметаной ни разу не делал. Это мы еще, как, не знаю, в Казахстане, наверное, делали так. Давнишний рецепт. Если вдруг кто-то захочет такое приготовить, тоже можете приготовить. Очень вкусно. Советую. Все, достала я мясо. Вытащила весь этот чеснок. Ну, конечно, где-то там он остался. Ну, пусть будет. И сейчас я его так в фольгу замотаю. Где-то часть оно у нас будет заранее. Укрытое, я сейчас ее еще возьму. А потом откроешь, чтоб поджарилось. Надо было побольше меня отрезать. Ну, ладно. На разнос положу. Нет, у меня разнос тоже с фольгой обмотала. Сюда я сейчас положу. Надо было сразу сюда. Чтоб ничего у нас не текло. Мне еще надо говяжий сейчас вот рядом как-то заместить. Все, у мастила здесь завяжьи, то есть свиные. Конечно, можно было специально такой избрать будет или это мешок для запекания. Да, но когда долго что-то жаришь, он потом сверху начинает трескаться, когда вот так потом разрезаешь. Некоторые вот эти вот, они становятся как пластмассовый салафан и падают в мясо. Поэтому я лучше фольгу, потому что все-таки будут пару часов стоять. Ну, все. Потом скажу, сколько запекалось и покажу, как будут выглядеть. Всем привет, поздороваюсь. Хоть так поздравляю всех с третьим адвентом. Я пока, вот сейчас у меня духовка нагревается и я поставлю уже, потому что будет часа два жариться. Я тут сейчас пока убираю, все картошку почищу. Ну и все так у нас будет картошка, ребрышки, вот это вот помидоры с сыром. Ну, не знаю, может быть салатик еще сделаю. Так что как-то так. Будем продолжать дальше. Накрыла я сегодня вот такой стол. Ну, как накрыла, да, немножко праздничное настроение. Все-таки третий адвент. Сейчас мы немножко Бейлиса выпьем. Надо лед достать. Такие стаканчики. Вот так, гирлянду сюда положила в зале, которая была. Свечку уже другую зажгла. Они у меня уже так давно стоят. Вот эти икеевские свечки, наверное, уже года 3-4. Думаю, что они будут стоять? Надо жить. Вот так вот, салфетки. Ну, наверное, я сейчас гирлянду, когда будем кушать, уже уберу. Она будет мешать. Вот так, сейчас пока. Ну, мясо варится, то есть жарится. Сейчас уже стояло, оно у меня под фольгой. Теперь мы открыли фольгу и на Хайс Люфт поставили. Посмотрим. Ну, на вентилятор. Сейчас немножко еще, чтобы поджарилось, и уже все. Картошка тоже варится вовсю. Тут Коля нарезку сделал. Здесь мы положили оливки. Такие и такие. Огурчики хотела салат сделать, а потом подумала, и все равно много будет. Так что хватает. Сейчас Коля нальет сюда бейлис. Вот лед положили. Перемешивать не надо было, сбыл пыхать. Мы его уже сто лет не покупали. Густой. Так что всех с третьим адвентом. Красотень. Вот сейчас достали. Коля немножко сейчас жир соберет. Соберет, потом перевернем и сверху польем, да? Да. Немножко поджарилось. Вот эти вот говяжьи. Ой, говяжьи. Все время я говорю говяжьи. Барани. Барани. Ну, в общей сложности у нас получилось где-то час сорок. Мы не стали разрезать сразу перед тем, как жарить, потому что так сочнее. Вот сейчас оно пожарилось, и мы разрежем по ребрышку. Вот хорошо поджарилось. Все будем разрезать. Ну, вот такая красота у нас получилась. Вообще, хотела картошку в духовке сделать. Ну, так как она духовка занята была, я сделала. Она такая рассыпчатая картошка, да, как я говорю. Вот чуть масло сверху положу. Я ложила вообще до этого, но пока оно чуть постояло, сейчас минут 10, чуть впиталось. Вот ребрышки такие сочные, классные. Это вот свиные, вот это говяжьи. Барани. Да и что я опять? Барани, да. Всем желаю приятного аппетита. Если кто кушает, всем огромное спасибо. Я уже, наверное, буду на этом заканчивать. Посмотрим. Ну, еще у нас к чаю там есть кухон. Ну, посмотрим. Если что, буду заканчивать. Всем спасибо и пока. Такой наш стол получился на сегодня, на третий адвент.